Ультразвук 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 Визуализируется несколько слайдов с ПТРА, с выявленными большими и малыми признаками злокачественности. И мы, естественно, направляем это на тонкоигольную биопсию. Но при тонкоигольной биопсии это разные по цитологическому исследованию. Это папиллярный рак, узловая форма аутоиммунотередитная и коллоидный узел. Тонкоигольная биопсия сейчас уже является не золотым стандартом диагностики, а первичным звеном диагностического метода. Она относительно безопасна, недорога, нет воздействия радиации, но есть результаты, ложно-отрицательные результаты. И не очень эффективна она при многоузловом зобе. Сложности взятия материала, как правило, встречаются в размере менее 1 см при локализации перешейки задней поверхности. И также трудности вызывают в фолликулярной опухоли, при смешанном раке и минимальный рак при тиреидитах. Как уже говорилось о ранже докладчика, это все мы можем классифицировать в классификации БТ-теста. Но вызывает сомнения, как правило, третьей, четвертой и пятой группы данной классификации. И поэтому на современном этапе наши машины ультразвуковые могут уже сделать мультиринетрическое ультразвуковое исследование. И кроме Б-режима, режима доплерского режима, мы можем использовать с 2008-2010 года в России Это эластография компрессионной издвиговой волны, как при качественной, так и по количественной и количественной на оценке. И контрастно усиленное ультразвуковое исследование, качественная и количественная оценка 2014-2015 года. Как уже говорила Лена Полегтовна, патологический сосудистый рисунок может формироваться при любом типе кровотока. Это характеризуется, расположены измененные сосуды, извитые ветвистые, обрубленные, равноверно расширенные. Но, как правило, это только в 50% случаев выявленных раков щитовидной железы. Что дает эластография? Эластография и показания. Это наличие пальпированного образования в железе, требующего уточнения природы, и оценка состояния региональных лефатических узлов. В 2017 году уже выпущены рекомендации по этому поводу рядом врачей ультразвуковой диагностики. В режиме эластографии и эластометрии это является дополнением к Б-режиму и хорошо выявляет, оценивает относительную жуткость ткани, высокую жесткость узлового образования, характерно для злокачественных опухолей, особенно популярного рака. И диагностическая точность по данным ЮФУМБА 2016 года 91-96%. Но встречается нередко злокачественное образование, которое имеет среднюю низкую жуткость. Это фолликулярные и медулярные раки. И это активно ограничит применение эластографии в дифференциальной диагностике. В настоящее время используются два метода эластографии. Это компрессионная эластография и эластография с двигающей волны. Компрессионная эластография это дозированная компрессия на узел оператором и выявляется как качественная оценка в цветовой шкале, которая представлена слева на слайде, и коэффициент деформации или характеризующие отношения жесткости ткани щитовидной железы по сравнению с тканью, расположенной рядом неизмененной тиреоидной ткани или мышцей ткани кивательной мышцы. Оценивается полуколичественным методом. И граница ли отсечка по данным различным авторам имеет высокую числительность при популярном раке, как я уже говорил, около трех единиц. Эластография с двиговой волны разделяет на точечную эластографию, которая позволяет оценить скорость двигающей волны в выбранной зоне интереса и устанавливается под контрольную стирно-шкальной эхографией. И пороговое значение по ряду адресов различается доброкачественно-залокачественное образование от 2,4 до 4,7 микросекунда. И двухмерная, это когда объективно идет оценка, тоже качественная оценка, цветовая шкала. Как правило, на машинах это может быть оттенки красной шкалы, это будут жесткие ткани. И более синие шкалы, промежутно светло-голубые, зеленые, желтые. Дифференцируется тоже, есть пороговое значение. В килопаскалях это маневрирует от 2,2 и 3,1 единиц до 48,5. Мы видим на слайде различные типы папиллярного рака. Мы видим, что это достаточно жесткие участки в структуре щитовидной железы. И, как я уже говорила, это диагностическая точность достаточно высока при высокодифференцированном папиллярном раке. Но существуют артефакты, как у любого метода. Это может быть высокая пульсация сонных артерий, это кальцинаты, это большие кистовидные включения, это при компрессионной эластографии глубина расположения, загрудинные изменения. И также очень сложно выявить данные исследования в одиночных множественных узлах и при аутоиммунном тиреидите. Эластография из двигателя волны тоже позволяет нам оценить, как мы видим, участки жесткости. Тоже, в принципе, достаточно, вот здесь представлены тоже папиллярные раки. Но те же самые артефакты, но следует заметить, что существует еще артефакт, такой, как называемый, когда нет качественной оценки эластометрии, зона такая отчуждения в центре очень высоко жесткого узла. И также исследование очень сложно на фоне аутоиммунного тиреидита. Контрастно-усиленное ультразвуковое исследование. Эта методика выполняется, следует заметить, только единичные унифокальные узловые образования. Для контрастирования у нас применялась эта аппарат ценовью фирмы Брака 5 мл, 2,4 мл контрастного раствора выводилась с низкоаблетунным механическим индексом, и время исследования занимало первые 30 секунд, и далее венозная фауна до 90 секунд. Когда были выпущены рекомендации в 2011 году по исследованию не только печени, при контрастном усилении появились ряд статей, которые позволяют нам исследовать на научном исследовании данные узловые образования щитовидной железы. И ряд статей показывают, что особенно сочетание с эластографией, контрастно-усиленное исследование очаговых изменений щитовидной железы достаточно показало высокую оценку. Показания к применению. Это многокамерные сложные кистозные образования с начильным выраженного внутрикистозного, мягкотканного компонентного и неоднородного содержима. Первые выявлены узлы с кризными раков в Б-режиме при доплерских методиках, статьи по 3 и 4, при ТРАС 4 и 5. Также фолликулярные опухоли с выраженным кистозным компонентом при выявлении остаточной ткани и послеоперационном периоде рецидиве. И также сейчас уже появился ряд статей, которые позволяют нам оценить эффективность лечения при разночастотной абляции или криоабляции. Хотелось бы сказать, что, чтобы мы говорили на одном языке, то есть существует паттернное контрастирование. Это не контрастный, когда узел не контрастируется в период процедуры, гиперконтрастный, когда узел контрастировался выше, чем паранхема щитовидной железы, изоконтрастный, то есть узел контрастировался так же интенсивностью, что и паранхема, и гипоконтрастный, когда не накапливался с пониженной интенсивностью. Для доброкачественных узлов было характерно кольцевое контрастирование накопления с высокой чувствительностью и специфичностью, изоконтрастный и гиперконтрастный паттерн. Они характерны были для доброкачественного типа, как БСТ-2 и 3 сложные кисты и коллоидный узел, также узловые формы аутоиммунного теребита, и аденома с кистовидной перестройкой. Встречалось больше 86 случаев. Злокачественные паттерны конструктивные. Узлы были гетерохогенные, неоднородные. Гипоконтрастный паттерн встречался и гипоцентропитальная перфузия контраста. Также эти узлы были характерны для злокачественного типа. Встречались около 88% случаев. Мы можем оценить поступление контраста при количественной оценке узловых образований. Как его поступление, так и в ИМА. Особенно рассчитывается пик площади подкривой. Это накопление контраста. В диагностической эффективности мы видим признаки, которые характерны злокачественности. Достаточно низкая чувствительность и точность при B-режиме и ЦДК. Но при контрастном усилии мы видим, что неправильная форма и неоднородность контрастного накопления несколько повышает специфичность и точность методики. Хотелось бы привести несколько примеров. Мы видим сниженную эхогенность узлов в левой доле щитовидной железы, местами с нечетким неоднородным контуром. По периферии мы видим перинодальный кровоток. Но при введении контрастного вещества мы видим, что имеется кольцевидное накопление как в артериальную, так и в венозную фазу. И при поступлении контраста мы видим, как накапливается кольцевидное. И в центре узла мы не видим контрастирования. И на кривой интенсивности контрастирования мы видим, что нет здесь контраста. Это сложная киста с геморрагическим содержимым. Еще один пример. Тоже неоднородный узел с кистовидными включениями. Достаточно хорошо воскулилизированный. Мы видим, что при эластографии несколько неоднороден, но эти зоны неоднородности характерны для кистовидных включений с низким порогом жесткости. При введении контраста мы видим однородное накопление с кольцевидным усилением, как в венозную, так и в артериальную фазу. Мы видим поступление как контраста и видим при цветовидно-дохмусском картировании, как мы видим сосуды при цветовидно-дохмусском картировании и как поступление контраста. Вымывалось достаточно неоднородно. Фолликулярная аденома, БСТД-2. Два случая мы видим женщины от 40 до 50 лет. Первый случай – это мы видим сниженный эхогенностью узел с асимметричным кровотоком по периферии. И внизу случай также тоже неоднородный сниженный эхогенностью узел с нечетким кондуром, тоже несколько усиленным асимметричным кровотоком. При компрессионной эластографии различные типы эластотипы. Первый случай – эластограммы, видим, это первый с низким порогом 0,9, если не ошибаюсь. И второй случай – четвертый эластотип и 3,7 коэффициент жесткости. При введении контраста в артериально-венозную фазу первый случай контрастировался эхогенно-однородно, второй случай – неоднородно с контрастом неоднородной по периферии, неоднородной формы. На кривой контрастировании мы видим, что вот это заполнение однородное, узловая форма тиреидита, а это папиллярный рак. Еще один случай – это применение контрастирования поиска эктопированных долек щитовидной железы. Молодая женщина 25 лет, долгий прием гормонопрепарата, была отмена гормонопрепарата, и пожаловалась на визуализированный узел, который мешал ей в области полости дна, корни языка. При B-режиме мы видим из эхогенной два узелочка с достаточно высоким при СДК энергическим доктором картирования кровоотоком. При эластографии этот узел не давал высоких характеристик. Это второй эластотип 1,8 – коэффициент жесткости. И при заполнении контраста мы видим однородное заполнение, что венозную, что и в артериальную фазу с низким кривой контрастированием. Это оказалось эктопированной долькой в проекции корня языка. И еще последний пример применения также контрастных исследований и эластографии. Прооперированная женщина 65 лет по поводу медулярного рака через 5 лет, пожаловалась на изменения на поверхности шеи, задней поверхности шеи в мягких тканях. Мы видим сниженные эхогенности узел с периферическим кровоотоком асимметричным, с нечетким неровным контуром, достаточно высокими характеристиками 3-4 эластотипы с высоким коэффициентом жесткости 25. И при поступлении контраста мы видим неоднородное заполнение как в артериальную, так и в венозную фазу. Вот пример кривой контрастирования. За поступление контраста мы видим, как он неоднородно поступает только по эфирии. Это бетастаз медульнородного рака в мягкие ткани шеи. Хотелось бы остановиться и на оценке эффективности лечения после радиочастотной термоабляции или криоабляции. Очень сейчас много дискуссий. Доброкачественное преимущество на кистозном сулузаха это уже не вызывает дискуссионно. Ну и началось применение абляции папиллярного рака размером менее 10 мм. Это ряд статей, в которых показывается высокая оценка данного метода и дальнейшие его перспективы. Как мы видим, анализ 198 пациентов было прооперировано с достаточно хорошими результатами. И пример данного исследования мы видим. Минимальный рак, популярный с исследованием. Это предоставлен случай наших коллег из Китая. Выполняется на правом слайде криоабляция. И через 3 месяца мы видим остаточные узловые массы и видим, что полос не контрастируется после абляции. И через 6 месяцев практически нет данных за изменения ткани щитовидной железы. И в заключение хотелось бы сказать, что соноэластография и контрастно усиленное ультразыковое исследование может быть использована как метод не только для дифференциальной диагностики доброкачественных и злокачественных узлов щитовидной железы, но и для уменьшения использованной тонкоигольной биопсии при узлах коллоидного типа с гемиологическим содержимым. Сочетание их может послужить дополнением методов при оценке с подозрением на злокачественность процесса как перед тонкоигольной биопсией, то и сочетание с ней. И также для оценки эффективности лечения после абляции. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.